Всем привет друзья! Многие наши клиенты и подписчики хотят приехать в Польшу и оттуда в будущем перебраться на заработки в Германию и другие страны Евросоюза. Есть несколько вариантов и сегодня наше видео об этом. Первый вариант оказаться в Германии, Норвегии, Швеции и так далее в составе рабочей группы на временных работах до трех месяцев. Далее работник возвращается обратно в Польшу для обновления штампа в паспорте в посольствах этих стран. Работы бывают разные, вакансии зависят от контракта польского предприятия с зарубежными клиентами. Второй вариант после трехмесячного контракта остаться в Германии, открыв свою компанию и оказывать услуги как частное лицо. Возможно ли это сделать без знания немецкого языка, работая и изучая иностранный язык одновременно? Спешу вас обрадовать, что в Германии есть ряд профессий, где требуется минимальное знание немецкого языка, а на некоторых и вообще достаточно английского или русского. Фотограф или видеооператор. Очень много людей приезжают в отпуск и хотят оставить на память красивые фотографии. Можно легко рекламировать свои услуги в тематических группах и брать заказы на съемки. На первое время самое то, а потом уже и язык выучить. Специалисты в сфере IT. Прежде всего хочу сказать, что такие специалисты пользуются большой популярностью на рынке труда в Германии. Конечно, со знанием языка будет легче, но если вы его не знаете, не беда. Будет достаточно базового уровня немецкого, который можно освоить за пару месяцев, а также английского языка. Продавцы в русских магазинах. Многие поздние переселенцы или просто русскоговорящие открывают магазины с русскими товарами и, соответственно, клиентами в основном являются бывшие граждане СНГ. Почтальоны. Для разноса письма и посылок высокое знание немецкого не нужно, только базовый уровень. Работа в русских компаниях. Германия – страна с большим количеством русских компаний, где знание немецкого языка приветствуется, но не является обязательным. Так что всегда можно испытать фортуну. Без хорошего знания языка и без образования всегда можно устроиться официантом, строителем, поваром, сварщиком, водителем, грузчиком, охранником, помощником косметолога, мастером маникюра, швеей и так далее. Если вам нужна помощь в переезде, переходите в описании этого видео, там вы найдете наши контакты. Всем удачи в эмиграции!